Детская панамка И очень интересная модель, подходящая для мальчика и для девочки Такую шапочку можно связать из легкого хлопка, будет летняя панамочка Можно связать из плотной шерсти, у вас будет полу такой зимний вариант Пришить завязочки к краям, у вас будет очаровательный капор Завяжите теплой, снимите завязки, летняя панамка На все случаи жизни шапочка Прежде чем мы начнем вязать, мы должны составить схему или выкругу вязания Называйте как хотите Для этого берем мерки Я буду вязать на куклу У меня кукленок есть Измеряем голову нашей модели 37 Объем головы 37 ОГФ 37 Определяем длину изделия Вот того места, где шапочка закончится, через затылок, до того места, где шапочка начнется 22 Естественно 22 это пополам, потому что у нас на затылке будет стяжка Значит 11 сантиметров длина изделия Это минимальный размер, можно чуть-чуть больше, меньше нельзя Теперь после того, как мы определились с размерами Мы должны определиться с рисунком и пряжей Пряжа может быть абсолютно любая Какое время года, такую пряжу берите Если лето, тонкий хлопочек Если осень, можно акрил или полушерсть Если зима, берем плотную какую-то толстую пряжу Можно даже двойную шапочку связать Все зависит от того, на какой период времени вы вяжете Поэтому не надо думать, если я вяжу из акрила, эта шапка только из акрила В данном случае, это всего лишь показать модель Я буду вязать из акрила Детская пехорка, детский каприз Они по-разному называются Только потому, чтобы показать вам принцип вязания и технику выполнения вот этой шапочки Итак, что же мы будем вязать? Первое, что мы с вами свяжем Это подгиб белый И на нем выполним козырек небольшой Козырек будет идти почти от затылка до затылка Совсем немножко Без козырька у нас Козырька не будет только Сантиметров 5 со спины Все остальное место у нас будет занимать козырек И козырек будет на планочке То есть он делается так, потому что он более аккуратным получается Для того, чтобы вязать профессиональный козырек Там свои приемы, это очень сложно Мы с вами вяжем имитацию козырька Дальше буквально два ряда будем вязать синим цветом И еще одна планочка белая Для уплотнения нашей шапочки То есть она в расчет вязания не пойдет Она просто будет вот так согнется руликом Рулик пойдет вокруг головы В расчет вязания вот этот рулик не пойдет Дальше мы вяжем длину шапочки И делаем стяжку Стяжку будем делать за пару приемов Чтобы вплести нашу стяжку в рисунок И оформим шнурами Шнуры будут по затылку В общем, вот наша схема вязания Учитывая, что у нас 11 см вся длина От начала до конца 11 см Подгиб у нас будет где-то 1,5 см считаем подгиб Потому что сзади он будет минимальный Спереди он будет козырьком Считать его не буду 1,5 см подгиб Самый маленький рулик в расчет не идет Стяжку мы будем делать Сантиметра 3, наверное, вот здесь Здесь вот, да, здесь вот, наверное, 3 Итого 11 минус 3 и 1,5 Сейчас я уже не могу сосчитать 6,5 см Мы будем вязать прямым полотном нашу шапочку Итак, 1,5 см подгиб с козырьком Козырек отдельно в расчет не идет Рулик в расчет не идет 6,5 см у нас длина нашего прямоугольника И 3 см возьмем на стяжку Очень хорошо Итак, учитывая Я заранее сделала образец Выяснила, что вязать буду на 6 плотности Обязательно отмечаю себе плотность Потому что если отвлекусь Или буду переделывать когда-то Увеличивать шапочку на разные размеры вязать Я буду знать, что на этой пряже Этим рисунком я вяжу вот эту шапочку На 6 плотности 2,6 петель в 1 см И 6 рядов в 1 см Вот моя петельная проба Начинаем Так, вот здесь, конечно, 37 см Делаем расчет Теперь мы просто умножаем наши сантиметры на петли ряды 37 умножаем на 2,6 Равно 96 Так, 96 это петель С подгибом разберемся Потом, в принципе, я сделаю его даже не 1,5 см А минимальный подгиб Который такой может быть Минимальный в смысле Такой длины Чтобы я могла полотно надеть на иглу машины Потому что там Скорее всего, минимум будет это 10 рядов Меньше мне просто не натянуть Вот это полотно на иголке машины Итого у меня подгиб 10 рядов Если я вяжу, надеваю на машинку Получается 5 рядов Это с этой стороны 6,5 6,5 умножаем на 6 39 Так, 40 рядов я должна провязать 3 умножаем на 6 18 Ну Где-то так Посчитали В принципе, вот это все Мы будем корректировать В зависимости от того Как у нас пойдет рисунок Если Самое главное В шапочке Да и вообще Во всех изделиях Но в шапках особенно Не сбить рисунок Если У меня 18 рядов Но Рисунок у меня не позволяет Вязать 18 Чтобы он органично был закончен Надо провязать 20 Или 16 Значит я провяжу столько Сколько нужно для рисунка После этого можно просто Какой-нибудь кулиркой Сделать стяжку И здесь то же самое 40 рядов это хорошо Но все будет зависеть от того Когда у меня закончится рисунок Я должна закончить раппорт После этого я могу делать убавки Полотна И не раньше Потому что Незаконченный раппорт Очень некрасиво смотрится Очень нехорошо То же самое касается 96 петель У меня есть определенное количество Петель раппорта И я подстраиваю Вот это количество петель Под раппорт Либо меняю раппорт Либо меняю количество петель И не забываю В любом случае У меня плюс 2 петельки Краевых На сшивание Раппорт у нас 6 петель Значит 96 делим на 6 Равно 16 Отлично Если бы у меня получилось Не 16 А другое количество петель В принципе этот раппорт такой Что его можно на 3 петли разбить Если бы было 95 Или 94 Или 97 Я могла бы Либо убрать 3 петли Либо добавить На шапочке это не критично Для выполнения рисунка Это критично Поэтому 96 Прекрасно Плюс 2 краевых 98 петель Я набираю сейчас На вязальной машинке Удобным мне способом Будем делать подгиб С козырьком Причем козырек Я не буду делать большим Я его буду делать на глаз Сразу говорю Никаких сложных расчетов В вязании козырька Я делать не буду Я его делаю на глаз Так чтобы По 2 петельки Буду делать Прибавки По 2 или по 3 Чтобы Плавненькая линия пошла Потом моя задача Будет сделать Соединительный ряд Чтобы сбить Ступенечки Очень многие Переживают Что когда мы делаем Козырьки Либо частичное вязание У какие-то другие изделия У нас получаются Некрасивые ступеньки Сейчас я вам покажу Как этого избежать И Свяжем рулик Свяжем шапочку Стяжку И собственно Шапочка будет готова Начинаем вязать Берем машинку Набираем 98 петель Удобным способом У кого машинка С грузиками С нитеводом На вспомогательную ниточку Не забудьте Разделить Вспомогательную И основную нитку Катушкой Причем не одного цвета А контрастного Чтобы нам хорошо Были видны петли У кого машина С обвивом Как у меня Можете Набирать обвитием Как удобно 98 петель 4 ряда Провязала На плотности Которые приятны Моей кулирке Этой пряжи Теперь начинаю Вывязывать козырек Вывязывать я его буду Вот оставлю 10 петель Отсюда 10 с другой стороны Ставлю их В переднее рабочее положение Ставлю И начинаю вывязывать Обязательно Меняю счетчик Помню что я 4 ряда провязала Не надо закончить 4 ряда Последний Потому что Козырек это такая вещь Она должна быть абсолютно симметрична То есть здесь Асимметрия недопустима У меня собьется край Будет очень некрасиво Поэтому обнуляю счетчик Беру нить И сейчас буду вывязывать козырек Первый ряд На всех Причем смотрите Козырек у меня должен быть Отступать Поэтому Если я кулирку вязала на пятерке То козырек должен быть свободный То есть он не должен быть стянут Поэтому каждый ряд Я увеличиваю плотность Последний ряд у меня будет Самый свободный Но не сильно То есть я буду каждый ряд Увеличивать на пол Деление Вот сейчас у меня Пять пятерка стоит Пять с половиной Один ряд Причем я провязала до Конца Козырька Обвиваю Иголочку Стоящую Впереди И Из противоположной стороны Убираю Три Иглы Сразу Я буду По три Убирать У меня Вот такой Очень плавный Козырек Обвиваю Иголочку Стоящую Впереди С другой С другой стороны Три Иглы Обвила там Иглу Провязала Здесь Здесь Обвила Три Иглы С той С той стороны Три Иглы Шесть с половиной Так это я уже Четыре ряда Провязала Провяжу Шесть рядочков Три Иглы С другой С другой Страны Так это у меня Семь Будет И Три Иглы С другой Главное Чтобы у меня Было все Симметрично То есть С двух сторон Получается Здесь Тридцатая Петля И здесь Тридцатая Петля Все Симметрично На Семерке Довязали Теперь Такой Момент Чтобы Убрать Вот эти Вот ступеньки Возможные Которые У меня Тут Появились Само Собой Я Беру Можно Белый Я Сделаю Отделочный Рядочек На Вот Этим Моим Основным Цветом Которым Я буду Вязать Так Запоминаю Обязательно Отмечу Себе Что у Меня Вот До Этой Иголочки Сюда До Платинки У меня Шел Козырек По Три Иголки Я Запоминаю Что я Провязала Семь Рядов Увеличивая Плотность С пяти До Семи За Семь Рядов Теперь Моя Задача Будет Провязать Еще Семь Рядов Только Убирая По три Иглы В обратном Порядке И дойти До Вот Этой Иглы Так Здесь У меня Нитка Торчит Но Все равно Отмечу Что у У меня Здесь Стоит Ниточка И Обязательно Отмечаю С этой Стороны Что у Меня Иголки Стоят Вот Тут Вот Так Вот Эта Иголка У меня Стоит Здесь Потому Что Сейчас Я провяжу Один Общий ряд И собью Все Обкрутки И мне Будет Вообще Непонятно Где Я Вязала И Какому Месту Мне Возвращаться Поэтому Сейчас Все Иглы В рабочее Положение Кстати Когда Мы Вяжем Частичное Вязание Те У кого Машина Сама Ставит Иголки В работу Не забывайте Рычаги Частичного Вязания Отключать Чтобы Они Не Вставляют Не Ставили Нам В работу Все Иголки Так Один Ряд Я Сделать Еще Плотность Побольше Я Провяжу На Восьмой Один Ряд Совсем Все Увеличила Плотность Совсем Большая Провязали Эта Нитка Мне Больше Не Нужна Плотность Сразу Обратно На Семерку Сразу Ставим Ставим Обратно Все Иголки До Сюда Мы Должны Убрать Так Да И С этой Стороны Точно Так Ж Тридцать Первая Иголка У нее Работает Остальное Переднее Рабочее Положение Нитка Оставалась Здесь Вот Ей Будем Вязать Каретку Возвращаю Обратно Так Обвиваю Иголку Обновляю Щечек Чтобы Не Потеряться Вставлю В рабочее Положение Три Иглы Один ряд Так На семерке Два Развязала С этой стороны Ставлю В рабочее Положение Еще Три Иглы Увеличиваю Количество Игл Обвила Там Иголку Провязываю Здесь Так Шесть Половиной Плотность Плотность Шесть Половиной Обвиваю Иголку Ставлю В рабочее Положение Три Иголки С этой Стороны Провязываю Ряд Счетчик Сразу Переключаю На шестерку Три Иглы Ставлю В работу С другой Стороны У меня Уже Три Ряда Обвиваю Ставлю Три Иголки В рабочее Положение Пять С половиной Обвиваю Ставлю В рабочее Положение И Провязываю Еще один Ряд На всех Все Семь рядов Начали Семь рядов Провязали Так вот Мы Сделали С вами Козырек Теперь На всех Иголках Мы вяжем Четыре Ряда То с чего Мы начинали На рабочей Пятой Плотности На всех Иголках Четыре Ряда Сейчас Провяжем На всех Всех Это то С чего Мы с вами Начинали Так Закрепляю Все Узелки Не пугайтесь Что здесь У нас Образовались Ниточки Мы их Уберем Когда будем Сшивать Здесь Ничего Не будет Болтаться Раз Раз Два Три Четыре Все Достаточно Длина Для того Чтоб Надеть На Голки Берем Лучше всего Крючок Либо Деккер Кому Протяжку Надевать На Иголки Крючок Протяжку Либо Открытую Петельку Видите У нас Минимальная Совершенно Планочка На самом деле Она большая Сзади И не нужна Спереди Достаточно Приличный Козырек У нас Получился Сзади Достаточно Узенькая Планочка Этого Для Этой Модели Достаточно Если Вы Хотите Большую Планку Можете Вязать Большую Вам Будет Гораздо Легче Надевать На Иглы Открытые Петли Или Протяжки Отвязания Так Вот эти Все Протяжки Которые У нас Образованные Либо Открытые Петли Одна Под Другой Находящаяся Надеваем На Иглы Машина По Всему Ряду Надели Пузырек Готов Теперь Разделительные Пару рядочков Синим Цветом Между Руликом И между Козырьком И Сейчас Еще раз Покажу Для чего Я это делаю Не только Для того Чтобы разделить Вязание Для того Чтобы Разделить Цвета Потому что Сейчас Мы будем Надевать Рулик Точно Так же На Иголки И нам Будет Очень Непонятно Какой ряд Надевать На Иглы Мы Делаем Ряд Цветной Нитью И Украшаем Нашу Шапочку И В то же Время Помогаем Себе Найти Ряд Который Будем Надевать На Иголки Два Ряда Нитку Не Отрываем Потому что Рулик У нас Откуда Начнется Вязать Там И Закончится И Мы Вот Этой Синей Ниткой Продолжим Вязать Рисунок Но Пока Ее Можно Убрать Чтобы Она Не Мешалась Сейчас Мы Будем Ввязывать Рулик Но Прежде чем Будем Вязать Есть Такой Очень Интересный Момент Если Я хочу Рулик Сделать Отдельно От Шапочки Сзади Я Должна Учесть Что Он Тоже Будет Иметь Краевую Петельку Которая Загнется Внутрь Если Я Просто Сейчас Начну Вязать Рулик Я Не Смогу Красиво Шить Задний Шов Поэтому Есть Небольшой Секрет Берем Ниточку Любую И Крайнюю Петельку Снимаю На эту Ниточку Временно Пока Вяжу Рулик Ниточку Потом Когда Я Свяжу Рулик Я Натяну Эту Петельку Обратно И Буду Вязать Дальше То же самое Делаю С другой Странно Я Снимаю Крайнюю Петельку На Елочку Для Рулика Я Наберу Эту Петельку Заново Потому Что Она Пойдет Только К Рулику К Шапочке Она Отношения Иметь Не Будет Сняли Две Крайние Петельки Вот Сюда Я Должна Надеть Петлю Итак Начинаю Вывязывание Рулика Провяжу Столько Рядов Сколько Мне Нужно Для Того Чтобы Полотно Хватило Натянуть На Игла Машина Как Правило Это 9-10 Рядов Так Вот Моя Крайняя Петелька Которая Мне Очень Нужна Будет Беру Белую Ниточку Делаю Обвив И Вяжу Первый Ряд До Петли Которые Находятся С другой С другой С другой С другой Привязали Вот моя Петля Которую Тоже Должна Надеть На Машину Вот Надеваю Сюда Обвив Сделали И Второй Ряд Два Два И Столько Сколько Нужно Для Того Чтобы Я Смогла Надеть Полотно 9 рядов Вяжу И смотрю Хватает Или Десят Ряд 9-10 Рядов Вяжем Прямым Полотном Так Ну вот Смотрю У меня Десять Рядов Вот Иголки На которые Должна Надеть Вот Эти Вот Белые Протяжки Хватает Да С трудом Но Хватает Этого Достаточно Поэтому Я беру И Начинаю Надевать Эти Белые Протяжки На Иголки Видите Для чего Мы с вами Делали Разделение Цветов Во-первых Это Украшение Шапочки А во-вторых Я Отлично Вижу Где Заканчивается Где Начинается Ряд Рулика Чем удобно Удобнее надевать Шильцем Или удобнее надевать Декером У кого что есть Вообще Шильцы Вещь хорошая Оно Остренькое И Помогает Очень быстро Работать Главное Что оно Универсальное Подходит Для всех Машин Что мне Больше всего Нравится Надеваем Это как Одноигольный Декер Он подходит Всем Так и Здесь До конца Ряда Эти Беленькие Горизонтальные Полосочки Петельки Верхние Надеваем На Уголки Смотрите Теперь Что мы Делаем Крайней Петелечкой Помните Мы Оставляли На Ниточке Петлю Вот Эту Петлю Которая У нас Идет От Рулика Мы Должны Пересадить На Рулик Так То есть Даже Сначала Мы Сажаем Ее Назад После Этого Надеваем Протяжку Так Будет Правильнее А Петельку Которая У нас Была Здесь Раньше Возвращаем На Место И Теперь Вязание Мы Начнем Будем Делать Продолжаю Эту Синюю Петельку Вот Вот Так Теперь Правильно То же Само Делаем С другой Сторон Сначала Пересаживаем Петлю Вот Что Получается Мы Разделили Рулик И Основное Вязание Все Синей Ниточкой Больше Белой Не Вяжем Меня Ставят Не забываю Сразу У меня Сейчас Была Кулирка Кулирка И рисунок Имеют Разную Плотность Я Сразу Ставлю Рабочую Плотность Была Пятерка Ставлю Шестерку Как Только У меня Идет Смена Рисунка Не забываю Менять Плотность Более Того Когда Идет Вот такой Сложный Соединительный Ряд Видите У меня Очень Много Здесь Во-первых Тех У кого Машина С Оттяжкой Нужно Хорошенько Это Оттянуть Буквально На один Ряд Привязан Либо Даже Держать Вот так Рукой И Плотность Посвободнее Даже Поставлю Шесть С Половиной На Один Ряд Потому Что Будет Очень Грубое Соединение Ставлю Шесть С Половиной Один Ряд Провязываю Все Соединили Вязание Рулик Провязан Все Вывязано Отлично Так Обнуляем Счетчик И Начинаем Ввязывать Рисунок Так Плотность Сразу Назад Рисунок У нас Будет Имеет Раппорт Шесть Петель Первые Петельки В раппорте Участия Не принимают Они Краевые Только На Сшивание Больше Они Ни для Чего Не нужны И Сейчас Мы с вами Будем Формировать Основу Для Рисунка Три Иглы Оставляем Следующие Три Иглы Сзади Три Иглы Впереди И Вот Те Иголочки Которые Так У нас Давайте Поделим У меня Есть Линейка Три На Три И Мы Все Вот Эти Иголочки Вот Так Дружненько Делим Три 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 Сюда Три 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 Сюда Очень Хорошо Теперь Те Иголки Которые У нас Впереди Мы Снимаем С них Петли Которые Впереди Снимаем На Те На Крайние Иголочки Стоящие В рабочем положении Ну Иголка Убежала Как же Так Так Я Не Заметила Убежала Получается Три Одна Три Одна Три Одна Вот Смотрите Сзади У нас Иголки Стоят А Здесь Они Группируются Именно Так Три Иголки Одна Иголка Три Иголки Одна Иголка Три Одна Три Одна Три Одна Три Одна И так Далее До Посмотрели Все Иголки Мы Нигде Не Забились Три Одна Три Одна Так И идет Нужно По Пяткам Смотреть Ставим Рабочее Положение Те Иголки Которые У нас В заднем Приложении Они Так Сзади И остаются На протяжении Всего Рисунка Они Будут Меняться Местами Но Сзади Так И остаются Эти Иголочки У нас Будут Работать Теперь Такой Момент Можно Начинать Вязание Рисунка Прямо Сейчас Можно Провязать Пару Рядов Для Того Чтобы Немножко Освободить Вот Это Вот Вязание И Не Давать Скругления На Самой Шапочки Но С другой Сторон У нас Достаточно Такой Жесткий Рулик Там Связан Он Будет Держать Нам Рисунок Поэтому Все Иголки Которые У нас По Одной Выдвигаем В переднее Нерабочее Положение Три Остаются Работать Те Которые По Одной Все Выдвинуты В переднее Рабочее Положение Те Которые Мы Поставили Назад Остаются Сзади Получается Три Работают Одна В переднем Три В рабочем Одна В переднем Три В рабочем Одна В переднем Это Весь Рисунок Теперь Я Провязываю На Рабочих Иголках Столько Сколько Выдержит Моя Машинка Идеально Шесть Рядов Но Вы Смотрите Сколько Она Выдерживает Есть Капризные Машины Которые Четыре Ряда Накидов Не Могут Провязать Есть Которые Десять Вывяжут Десять Это Уже Много Пять Шесть Рядов Машинка Должна Взять Поэтому Вяжу Шесть Рядов И И Меняю Местами Иголки Теперь Там Где у меня Была Одна Должно Быть Три Но Я Не Забираю Иголки Оттуда С заднего Положения Я Ставлю Их Из Вот Этой Тройки Забираю И Переставляю В Стороны Из Трех Делаю Одну Теперь Что касается Крайних Иголочек Видите Здесь Я Я Просто Закрываю Когда Мне Надо Будет Я Буду Переставлять В Эту Сторону Когда Надо В Ту Я Закрыла Получила Три Иглы Вы Посмотрите Что С той Стороны У нас Будет Аналогичная Ситуация У нас Вязание Будет На одну Иглу Гулять Вправо Влево Постоянно Это Не страшно Я Просто Закрываю Ажур И До Конца Ряда Я Переставляю Петли На Соседние Иглы То Есть Из Трех Петель Я Делаю Одну Была Одна Стало Три Было Три Стало Одна Меняю Местами Три Одна Три Одна Вот Так До Конца Ряда Меняю Местами Это Есть Весь Наш Рисунок Мы На Притяжении 40 Рядов Вот Мы уже 6 Провязали Осталось Не так Много Будем Менять Местами Петли Вот Таким Вот Образом Из Трех Делать Одну Петлю Из Одной Три Переставляя Петельки На Соседние Иголки Получаем Вот Такую Замечательную Змейку С Бабочками Бабочки У меня Будут Выполняться Накидами Сейчас Вы Посмотрите Что С Крайней Иголочкой Происходит Чтобы Не Переживать Раз 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 А Вот Эти Крайние Иголочки Чтобы У меня Осталась Краевая Я Перенесу На 2 Петли Там У меня На Одну Петлю Меньше Здесь У меня На Одну Петлю Больше Общее Количество Рабочих Петель Сохранилось Вот Эта Петля Пойдет На Край Вот Эта Будет Выполнять Роль Бабочки Все Прекрасно Рисунок Не Сбился Игла Которые Мы Поставили Назад Остаются Сзади Эти Все В рабочем Положении По Три Иголочки По Одной Переднее Нерабочее Положение Все Все Иглы Которые Единичные Остались В переднее Нерабочее Положение Все От начала До конца И Шесть Рядов Либо Столько Сколько Ваша Машинка Выдерживает И Все То же Самое Из Тех Иголочек Которых У меня Три Делаем Одну Просто Переставляем Крайние Петли К соседней Дле Которой Была Одна Делаем Три Там Где Была Одна Делаем Одну Там Где Было Три Дет steady Одну 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 Детей Крайние Ну, естественно, пересадить надо все, все ряды, и эти обе я просто двигаю обратно. Там у меня одна игла, она уйдет на сшивание, и эта уйдет на сшивание, и получится 3 иглы и бабочка. Все будет именно так, как нужно. И точно так же переставляем со всех остальных петель, и провязываем еще 6 рядов, меняем, еще 6 рядов, меняем, и так далее до нужной длины шапочки. И останавливаемся. Будем делать убавки. После того, как провязали нужную длину, моя задача убрать ажуры. Это будет первая стяжка, то есть я не буду заканчивать узор, видите, у меня 6 накидов на одной петле, на одной игле. Я просто закрою все имеющиеся у меня ажуры, аккуратно перенося все петельки так вот в сторону. Эта работа очень требует большого внимания, аккуратности, потому что вот эти накиды, они могут слететь, могут потеряться, могут еще какую-нибудь бяку нам сделать, но делать это нужно. Либо снять все на вспомогательную ниточку и аккуратно, точно так же все это перенести. Я переношу вот так вот. Собираю сразу несколько петель. И переношу их. Частично перенесли. И сдвигаем дальше вот таким вот способом, используя максимально те декеры, которые у нас есть, либо вспомогательной ниточкой. Просто переносим, видите, закрыла все ажуры, у меня идут сплошным полотном мое вязание. Это первая большая убавка, первая стяжка на затылке. После того, как мы сделали сборку, рисунок собрали, убрали все ажуры, проверяем уголки, кому надо, обнуляем счетчик. Наша задача провязать по нашему плану 18 рядов. Не забудьте поставить плотность вязания для кулирки, потому что рисунок закончился. И вяжем 6 рядов, совершенно смело. Чем ближе к макушке, тем меньше количество рядов после стяжки мы должны провязывать, чтобы у нас была макушечка аккуратно. 6 рядов мы можем провязать. Аккуратно. Главное, чтобы не слетели петли. 6 рядов из 18. И точно так же делаем стяжку. То есть мы делаем убавку. Например, каждую четвертую петлю я не буду очень сильно рассчитывать. То есть в данном случае эти шапочки не требуют очень сложного расчета. Очень сложный расчет по убавкам идет у нас, когда мы делаем либо идеальную макушку, либо вяжем клинушки. Там нужна очень точная расчетка, расчет порядный. Здесь такого очень сложного расчета не требуется. Можно делать, но не скажу небрежно и на глаз, просто не так скрупулезно рассчитывая. То есть наша задача провязать 18 рядов, максимально убрав за это количество рядов петли. Чем меньше у нас петель останется в итоге, тем проще будет сделать стяжку. Теперь точно так же убираем все ажуры. Стягиваем, можем снять набросовую нить, можем при помощи декеров, имеющихся в наличии, убрать вот эти ажуры. Идеально, если есть большой декер. У меня есть урок по изготовлению большого декера. Вот для таких вещей он действительно идеальный. Но, к сожалению, он у меня подходит для другой машинки. Для этой машинки у меня большой декер, я его отдала, поэтому у меня его нет. Используем те декеры, которые у нас есть в наличии. И точно так же делаем сборку к середине полотна. После этого мы провязываем еще 5 рядов. Сколько у меня будет? 11. Делаем такую же сильную сборку еще 4 ряда. То есть каждый раз меньшее количество рядов. И не забываем, что каждый раз, когда мы двигаемся ближе к центру, мы можем еще и плотностью играть. То есть мы делаем плотность потуже. Для того, чтобы у нас макушка вяжала более круглой и аккуратной. Итак, сейчас делаю стяжку. Плотность на пол единички меньше. 4-5 рядов. Вот когда мы только начинаем делать закругление, 5-6 рядов делаем. Потом 5-4-5, 3-4. Вот так вот. И к тому моменту, когда мы будем делать стяжку, у нас получится парочку рядов буквально провяжем на наименьшем количестве петель. Ну, до этого мы сейчас дойдем. А пока делаем стяжку всех ажуров. Собираем их к серединке. Сделали сборочку. Плотность на пол единички поменьше. 5 рядов. В следующий раз мы провяжем 4 ряда. Плотность еще меньше. Сразу сделаем. Делаем точно такую же стяжку. Каждую четвертую петельку. В следующий раз мы уберем, может быть, каждую вторую или каждую третью. Так, 9. Еще столько же. В принципе, время у нас еще есть. И точно так же сейчас при помощи имеющихся декеров мы делаем общую стяжку к середине. Это один из способов делать массовую убавку внутри полотна. Способов есть несколько. Я вам показываю один из них. И спокойно. Главное не торопиться, чтобы не попортить петельки. Делаем пересадки на соседние иголки, сдвигая их к центру постепенно. Немножко натянуть полотно, тогда отлично пересаживается на декер наши петли. Чем ближе к центру, тем быстрее идет работа. Вот так вот мы пересаживаем с одной стороны к центру и со второй к нулевой платинке. Для того, чтобы увидеть, что у меня убираются петли симметрично, что у меня центр это центр, от него вязание никуда не уходит. И убираются края одинаково с левой и с правой стороны. Плотность меньше я уже поставила, 4 ряда после этого провяжу. В следующий раз я делаю 3 петли. Каждую четвертую убираю, 2 ряда провязываю и убираю каждую вторую петлю. То есть я делаю вообще массовую стяжку. И на этом наше вязание будет закончено. Остается минимальное количество петель, которые мы сейчас... Остается минимальное количество петель, которые мы соберем на стяжку. Закончили вязание. Теперь снимаем на эту же ниточку. Делаем петельку двойную. И все... Петли снимаем на вот эту двойную петлю, которую потом мы вытянем и будем ей прямо сшивать. Главное не торопиться. Видите, я начинаю торопиться, у меня все сразу слетает. Торопиться нельзя. И так до конца снимаем все вязание. Сейчас померим на нашу кукленка, на нашу модель, что у нас получается. Вы обязательно померьте на ребенка или на себя. Кстати, такую шапочку можно и на себя связать. Она очень интересный фасон имеет. И если все в порядке, мы уверены, что все в порядке, нам останется только зашить и оформить макушку. Оформлять будем жгутами. Или шнурами, кто как это называет. Мне больше нравится шнур. Потом мы сейчас снимаем все наше вязание. Осталось несколько петелек. Можно было оформлять совсем другую цветовую гамму. Можно оформлять разными видами ниточек. Не только так, как я сделала. Сняли. Вот наша шапка. Видите, рисунок в том месте, где мы его присобрали, совершенно замечательно смотрится. И так органично все это идет дальше. Все, меряем на куклу. Рулик, он собрался. Ну, сюда можно, кстати, вставить веревочку или что-то такое. Или резиночку даже. Все, что угодно. Он нам держит шапку. Можно было его не делать, но он укрепляющую функцию несет. И вот здесь вот, видите, то, что мы с вами делали. Сшивать будем шапку отдельно, рулик отдельно. Ничто не будет мешать друг другу. Так, меряем на пупса. Ну, я и так вижу, что он как раз, потому что по голове не больше, чем голова. И сшиваем задний шов. Получается у нас вот такая вот шапочка. Наша задача сейчас ее сшить. Сшивать будем рабочей ниткой и крючком. Выворачиваем на изнанку, лицо внутрь и обязательно скалываем булавочками. Особенно, если у нас есть какие-то горизонтальные полоски, нам только булавкой. Доводим до места, начала нашего рубчика. Прикалываем. Соединяем верхушку, само собой. Ставим метки, чтобы не съехало. И обязательно соединяем место, начало кулирки. Кулирка и окончание рисунка. Так, смотрим, чтобы все совпало. Вот так они соединяются. И здесь, видите, у меня получается, здесь выемка, здесь ямка. Выемка, ямка, они вот так вот между собой и идут. Когда я их сошью, рисунок будет иметь как будто бы продолжение. Вот этого мы с вами добивались. Самое главное, когда будем сшивать, искать петельный столбик и у выемки, и у ямки. То есть и там, и там. Это очень важно. Так, теперь, моя задача делать стяжку. Тянем, тянем, тянем. И не потерять то, что мы с вами соединяли. Так, это на палец. И затягиваем. Так, здесь я петлю какую-то сделала. Так, теперь затягиваем вот эту вот ниточку. Видите, у меня получается вот эта вот петля, через которую прошли все петельки шапки. Я с нее и начну вязание. Самое главное, ее не упустить, когда буду затягивать. Для этого начинаю. Завожу петлю уловителя. Обязательно в эту петлю ищу первый петельный столбик с одной стороны, первый петельный столбик со второй стороны. Булавка больше не нужна. И теперь я могу спокойно затянуть шапочку. Изо всех сил. Самое главное, чтобы петля была надета на крючок в этот момент. И начинаю вязать. Видите, какой замечательный способ. Для того, чтобы не приходилось рвать нить. Петельный столбик с одной стороны, петельный столбик с другой стороны. Желательно эту шапку натянуть. Натягиваю руками, пальцем нить, рукой шапку и поехали сшивать. Чем сильнее я натяну ниточку вот здесь и шапку в сторону, тем у меня лучше будет шов. Самое главное, брать вот этот петельный столбик и никуда с него не сбиваться в процессе вязания. Это тоже требует определенного навыка. Иглой мы будем сшивать белые края, то, что мы белым вывязывали. А крючком, косичкой сшиваем основное вязание. Косичка в данном случае предпочтительнее сшивания иголкой, потому что она крепче держит полотно. И имеет возможность растянуться. Если я буду сшивать иголкой таким способом, как сейчас покажу вам сшивание белого нашего бортика, то вы увидите, что у меня шапка не будет иметь возможности тянуться на голове. Вот здесь вот шов будет очень грубый. Это нехорошо. Так, булавка у меня никуда не уехала. Надеюсь, вроде да. Все, дошли до рисунка. Теперь очень внимательно соединяем петельные столбики. Очень внимательно соединяем петельные столбики с двух сторон, потому что они идут неравномерно. Один шире, другой уже. И наоборот. Ну и само собой подтягиваем вязание. И так дошиваем. Самый лучший способ, когда я... Сейчас зашиваю вам показываю, поэтому я делаю вот так вот на столе. Когда я зашиваю сама, когда меня никто не видит, и мне не приходится делать это на показ, что называется, я коленками натягиваю вот эту часть, вот эту часть рукой. И у меня получается идеально натянутый шов. Но приходится упираться ногами во что-нибудь, либо ставить их на табуретку, на стул, на диван, на что-то. И коленками держать вторую часть изделия. Тогда идеально натянутый шов и отлично выполненное сшивание. Вот так вот натянете, так сошьете, у вас, во-первых, вязание усядется обратно, и во-вторых, оно будет идеально сшито, вы не будете... Даже не поймете с лицевой стороны, где же у вас был шов. Сшиваем до последней булавочки. Хотя, в принципе, можно сшить до конца. И будем сшивать вот этот беленький бортик наш. Получается очень хорошо. Осталось зашить нижнюю часть. Но, как вариант, смотрите, поскольку наш этот подгиб должен быть круглым, таким бортиком стоять, держать форму, мы можем вставить толстую веревку или шнур. И тогда он будет у нас не плоским шнурочком, а очень таким плотным, круглым. То, что нам нужно. Поэтому надеваем сейчас у него просто плотный такой шнур, толстый. Надеюсь, что пройдет. Моя надевалка проходит. Все нормально. Самое главное, не забудьте у этих шнуров запаять край. Просто надобнем подержите, запаять край, и тогда он не будет лохматиться внутри, и все будет хорошо. Чуть-чуть, чтобы ничего не выскочило. Отлично. Все. Ой, сидели шнур. Можно прямо на ребенке померить, а можно вот тянули вот так вот с двух сторон. и надеваете на голову ребенка равномерно этот шнур туда. Или сшить его даже. Это вообще будет здорово. Представляете, по... Сейчас. Прям по месту у нас получается. А, тогда он не влезает. Да, как раз буртики. Сюда же можно вставить резиночку, кстати, если у вас вдруг получается, что шапочка великоват. Видите, совершенно очаровательный козырек за счет того, что мы делали плотность разную. Вот здесь вот мы сейчас с вами сошьем нашу веревку или резинку. Как вы поняли, то есть это, если великовата шапочка вдруг получилась, резинку вставляете. Аккуратно сшиваете. И наша задача просто сшить борта. И все. И шапочка готова. Этот козырек за счет того, что мы делали плотностью, играли плотностью, так и будет стоять вокруг головы вот таким очаровательным... такими полями. Наклоните шапочку пониже. Очаровательный совершенно козырек от солнца. Готовая панамка. Так. Наша задача сшить краешки шнура или резинки и зашить ниткой с иголкой или в стык, или просто через протяжку, протягивая рабочую ниточку, затягивая край. Но лучше в стык. Просто сшиваем в стык. Главное зашить шнур, чтобы он не разошелся и не растягивался. Очаровательно совершенно смотрится. Убираем вот эти все веревки внутрь подгиба. Подгиб зашиваем тоже в стык, так, чтобы у нас петельные столбики совпали. И шапочка готова. Останется только нам бант на макушку привязать. Но бант мы сейчас будем делать на машине. А пока берем тоненькую иголочку, черную нитку и сшиваем шнур. Шнур я пришила. Теперь сшиваем белую часть нашего вязания в основание первого петельного столбика. Ниточку. Убираем внутрь. Обязательно узелок, чтобы не было. Первый петельный столбик второй части. Там, где вышла там, где вышла ниточка с этой стороны, шнур теперь натягивается. Так. Там, где вышла веревка, нитка с этой стороны, берем шнур с другой стороны. Петельный столбик. И, смотрите, сначала даже не подтягиваю. Я просто делаю несколько стежков. Можно даже до конца найти. Четко придерживаемся одного петельного столбика. До конца дохожу. И здесь до конца. Все. И теперь одним махом все затягиваю. Видите, я сшила. Получилось так. Не очень-то аккуратно. Не очень-то аккуратно, потому что не затянуто. И теперь затягиваю. Так, одним движением тоже не получилось. Вот так. За два движения сделали. Стянули оба петельных столбика. Все. Получается вот такое вот совершенно очаровательное соединение. Так, теперь точно так же сшиваем подгиб. Также соблюдаю вот эту петельную. Можно взять ниточки, которые у нас оставались от начала вязания. Можно взять новую за один петельный столбик. Вот здесь у меня что-то подрастянулось край. Его надо будет присобрать, чтобы он был такой вот ровненький. Начинаем с одного петельного столбика в основание ниточку. Вот эти нитки пусть болтаются или нет. Давайте мы их сейчас уберем. Будут болтаться, будут нам мешать. Просто убираем внутрь подгиба все нитки, чтобы они не болтались и нам не мешали. Лишнее отрежем. Все ниточки убрали. Все отлично. И сшиваем петельный столбик. Один петельный столбик здесь. Один петельный столбик. Совмещаем обязательно синюю полосочку. Один петельный столбик здесь. Один здесь. Один здесь. Главное вводить иголку в один петельный столбик. Один вы взяли или два. Не важно. не сбивайтесь так и периодически подтягиваем за один раз все-таки тяжеловато и дальше вот так соединять очень хорошо вот такие вот вещи как подгибы подгиба шапочек подгиба рукавов подгиба кофт все что угодно но не само изделие потому что здесь мы ограничены длиной нашей нитки ввесли этот шов я потянуть могу то шов шитой ниткой вот таким способом он идеально будет смотреться какое-то время на изделие но потянуть его невозможно он не эластичный если вы неаккуратно поднимите руку например связаться так вот кофточку вы просто порвете шов так сшили завязали узелок убрали его в подгиб какую левую правую сторону куда вам удобнее отрезали все лишнее немножко натягивать и отрезайте немножко натягивать и отрезайте все это больше не нужно шапочка практически готова осталось только оформить бантик бантик с вами будем делать бантик делаем на на вязальной машинке видите соединительный ряд ряд брал на ступеньки вот здесь вот могли бы быть ступеньки от того что я убирала козырек по 3 петли помните мы по 3 петли делали за счет того что мы делаем соединительный ряд эти все возможные ступенечки ушли так все теперь берем машинку вяжем шнур на макушке будем оформлять бантик шнур будем вязать на 3 иголках шапочка самая самая макушка на самом деле можно начать на одной иголке чтобы забрать самый кончик с одной стороны начнем на одной игле и двух сторон и мы добавим еще по иголочке так провязываем раз добавляем иголку добавляем иголку провязываем два это идет в работу делаем самую простую прибавку незаметную добавляем иголку с этой стороны провязываем 3 так можем соединить ниточку чтобы она не болталась на не надо было этим заниматься потом как следует завязали можно ее даже длинно оставить и на нее бусинку прикрепить все и на трех иглах вяжем длинный длинный шнур на свободной плотности чтобы он лучше тянулся и мне не соскакивали иголки даже даже на двойке такое может быть я беру небольшой грузик вот маленький грузик он прекрасно справляется с оттяжкой даже на двойке я иногда этим пользуюсь и вяжем 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 рядов 50 60 получается у нас вот такой вот достаточно плоский шнур но если я за него подтяну он получается тоненький как веревочка и за счет того что мы начинали с вами от одной иголочки у меня нет утолщения я вижу нужную длину для того чтобы завязать бантик с одной стороны и потом сделаю то же самое вот так же надену с одной иголочки с другой стороны с противоположной мне получится два шнура уходящих от затылка я завяжу бантик можно сделать 4 шнура можно на навязать кучу шнуров и на каждый навесить бусинку либо ничего не навешивать либо вот такие петельки навязать то есть видите вы свяжите подлиннее и петельки сделайте у вас будет шапочка с петельками шапочка с бантиками все что угодно сейчас я свяжу длинные два шнурочка таких вот по такому принципу и сделаю бантик вот шнурки прямо из макушки можно завязать бантик и на макушке шапочки такой бантик вот можно как хотите можно вот таких вот петелек наделать навязать то есть каждую пришиваете у вас будет много петелек вот три петельки из одной и три петельки из другой вот такое собрание петель будет все что угодно можно даже вот такие петельки симпатичней можно сделать большие петельки все что угодно вот это вот оформление на ваше усмотрение можно вообще не делать эти эти рулики рубчики можно вку пришить бантик все что угодно в конце концов можно белый цветочек сделать это уже на ваше усмотрение я завяжу бантик и шапочка готова смотрите что у нас получилось очень интересный рулик плотный набитый отлично держит форму за счет того что мы вставили в него шнур могли вставить резинку у вас бы четко по голове тогда если шапочка великовата вот вот это спасение к тому же этот шнур держит нас рисунок иначе был бы волнистый край и помогают поддерживать козырек козырек за счет того что мы делали соединительный ряд после того как вывезли первую часть козырька убрал все рубчики возможные ведь у нас совершенно ровненький край сзади козырька нет начинается где-то в районе ушек за счет того что мы делали изменение плотности у нас козырек не прямо стоит а идет с расширением у нас отличный рисунок и за счет того что мы с вами подбирали раппорт количество петель не видно шва то есть все отлично улеглось мы хорошо очень шили у нас тоже шов не виден рисунок не сбивается за счет вот такой убавки который вплелась в рисунок у нас очень интересно идет соединение кулирки и вязание все получилось как хотели у нас замечательный шнур вышел цель навязанный по цвету все то что мы хотели мы с вами сделали шапочка получилась просто здорово панамка как раз сейчас будет лето можно вязать из очень легких материалов панамка будет просто замечательно